Добрый вечер, меня зовут Ольга Журавлёва, у нас в гостях, как и полагается в этот день, Виктор Шендерович. Здравствуйте. Добрый день. Вас, естественно, спрашивают о том, где вас носило всё это время. Мы ничего плохого не делали, Шендерович, он сам уезжал. Да. Носило меня по сложному маршруту Москва-Киев-Варшава-Торунь-Львов-Лондон. Это было связано в первой половине маршрута и в окончании маршрута с театральным проектом, со спектаклем, премьера которого составилась в Лондоне несколько дней назад, и мечты должны сбываться, хотя не сразу. Вот в предпенсионный год сбылась моя детская мечта быть актёром. Я участвовал в театральном проекте, играл одну из главных ролей в спектакле, другую главную роль играла Ада Роговцева, народный артист Украины и Советского Союза. Ну, ещё одна мечта, я думаю, сбудется. Сегодня уже Валентина Матвиенко говорила о том, что пенсия будет отодвигаться каждые полгода, так что предпенсионный год продлится долго. Нет, я успею вроде, я успею. Я свои 11 тысяч или сколько мне государство положит в месяц. Вот, я думаю, что я успею получить, потому что я вот-вот. Вот, я, значит, хватит государства посидел на моей шее, я считаю. Да? Да, я ему с 91-го года плачу налоги, ни одного дня, ни одного дня не взяв ни одной копейки. Просто я не был бюджетником. Вот так получилось, что в 90-м году я перестал быть бюджетником, работал в ГИТИСе, в Щукинском училище. Вот я в 90-м году перестал. И с тех пор я только плачу налоги. Ну вот, значит, теперь страшно разорю государство на, видимо, десятку в месяц. Хорошо, я еще раз напомню, что журналист, писатель и актер Виктор Шендерович сегодня у нас со своим особым мнением, ну как, партнер. Нет, 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 это была разовая история, счастливая для меня. Я действительно, это была радость, это было счастье, это было приключение. Вот, а вторая часть маршрута, серединная часть маршрута была связана с презентацией Тома Лец, 20-й век, в Украине, в Киеве, на украинском языке он выходит, в Польше, в Варшаве, на польском была презентация. Приехали дети Лец, один из Варшавы, другой из Копенгагена во Львов на родину. И была открыта мемориальная доска. Вот это я, предмет моей гордости, на улице Словацкого во Львове открыта мемориальная доска в доме, где жил в юности Станислав Ежелец. И приехали его дети, это было, и приехал Адам Михник, это было, в общем, счастье такое. Вот так получилось, что это все в полтора месяца уложилось. Но как-то послеживал, конечно, послеживал за тем, что тут у вас. Вот, как раз о том, что у нас, что у нас тут происходит. Ну, опять же, как человек театральный, не чуждый ни в коей мере этой всей истории, вы наверняка наблюдали аттракцион сначала неслыханной жестокости, а потом неслыханного гуманизма. Это история с Алексеем Малобродским. Все это аттракцион вместе, все это вместе аттракцион неслыханной тупости, прежде всего, тупости. И свидетельство того, что никакого закона ни в том, ни в другом случае нет, его просто нет. Просто нет. Сначала Малобродского год мучают, да, потом мучают особо изощренные, жестоко приковывая, да, просто чуть до инфаркта доведя в зале суда и приковывая потом к больничной палате. Потом в рамках номенклатурного дарвинизма, не в рамках же соблюдения закона, в рамках соблюдения закона должны сидеть все, кто его сажали, а он должен быть на свободе в рамках соблюдения закона. Но в рамках номенклатурного дарвинизма и противостояния прокуратуры, да, и Следственного комитета, да, вдруг вот устраивают аттракцион милосердия. Я, конечно, все нормальные люди рады за то, что Малобродский не прикован наручниками, что он дома с женой и, так сказать, и желают прекращения этого морока для него, вот, но никакого отношения к закону это, разумеется, не имеет. А к чему это имеет отношение? Это имеет отношение к дарвинизму там внутри, к выяснению, кто там старший, кто ближе к пахану, кто больше имеет возможности. Ну, а сам-то пахан, он тоже так культуру любит? Да пахану, по барабану, он щит и меч как прочитал в девятом классе, я думаю, что он больше сильно не тяготел к литературе, да, по его собственным признаниям. Нет, ну а при чем тут пахан? Он создал систему, он создал систему, систему абсолютно дарвинизскую, систему выживания, номенклатурного выживания. Так это же система сдержек и противовесов, которую мы так любим. Вот я из Лондона приехал. Система сдержек и противовесов заключается в том, что после такого, того, что делают с Малобросским, выходит миллион человек, идет к дьяволовой матери правительства, а частично под суд, те, кто в этом непосредственно виновен. Потому что об этом пишут газеты, об этом говорят телевидение, только об этом, пока это не прекратится. Идет вон УФСИН тамошний, прокуратура тамошняя и так далее, так далее. Все идут вон под суд. А нет, вон правительство все, которое допустило таких министров, а эти под суд. Вот что такое система сдержек и противовесов. А здесь они там внутри, возле трона, да, клубок единомышленников. Они там склубились, да, и выясняют, кто из них имеет большие возможности. В рамках, собственно, все дела Серебренникова, а следственно Малобродского, это же в рамках этого противостояния. Это силовики показывали условным либералам, в кавычках, конечно, да, в правительстве, да, кто в доме хозяин. Что вот вы дружите с Серебренниковым, близко дружите там, да, и покровительствуйте. Вы правительствуете им, да, не только, не только, да, там, спонсируйте, финансируйте. А вот мы, и он мировая величина, Запад, то-се, а вот мы его демонстративно вот это устроим, как пожелаем, так и сделаем, да. Ведь Малобродский ужас в ситуации, отдельный ужас заключается в том, что он даже не враг Путина, ну, был, по крайней мере, да. Это просто честный человек, попавший в веретена вот этих номенклатурных войн, как и Серебренников. Но мы говорим о Малобродском просто потому, что немножко жестче с ним происходит, чем с Серебренниковым. Вот и все. Значит, а дальше идет уже внутри силового блока, идут свои терки. Идут свои терки. Может быть, не исключая человеческого фактора, так сказать, предложение следствия, это, ну, все-таки они понимают, да, санкции и так далее. Никому не охота оказаться крайним. Никто не может в рост встать против Путина. Те, кто могли в рост встать против Путина, их давно там близко, никого нет, естественно. Но какой-то такой, чтобы вот не стать следователем Карповым или как его там по делу Магнитского, да, чтобы вот, чтобы не умер прямо тут, да, и ты был непосредственно, чтобы твоя фамилия была внесена. Вот из-за этого негодяя, конкретно этого упыря, умер человек, да, к которому привлечено общественное внимание. Может, это было связано с этим. Но там идет, естественно, корпоративное противостояние. Закон там вообще не ночевал. По поводу либералов в окружении Путина, которым надо что-то показать. У нас как раз тут свежее правительство, свежее министерство. Какое? У нас вообще новое. Свежее? Все новое абсолютно. Свежесть? Все вообще, все было. Вы помните, бывает только одна. Да. Первая, она же последняя, да? Свежесть четвертого срока. Да, 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 именно. Он же пятый. Вот, вот, вот эта свежесть. Да. Вот эта свежесть. И воняет уже, холодильник не спасает. Сквозь дверцы холодильника. Да перестаньте, все либералы на местах, все хорошо. Кого вы называете либералами? Мутко? Мутко. Вот я говорю в кавычках, Мутко у нас либерал, допустим. Кудрин у нас либерал, допустим, да? Да, его в счетную палату как раз пригласили. Да вы что? Да точно вам говорю. Надеваться некуда. А почему тогда, объясните, пожалуйста, Татьяна Голикова сегодня, расставаясь с этой чудесной должностью в счетной палате, ради другой, в общем, совсем неплохой должности, почему ты так растроглась, что даже расплакалась? Оля, нам обязательно наводить на такую крупность, чтобы аж до Голиковой. Я предлагаю до Голиковой крупности не наводить. Вот, да, есть господин Кудрин, который, с одной стороны, мы его как-то привыкли по инерции, многие годы называемый либералом. С другой стороны, этот либерал – ближайший соратник, старший товарищ Путина, патронировавший ему на первых этапах и не отстающий от него, не отклеивающийся, не старающийся дистанцировать. Почему бы не дистанцироваться, если он такой либерал? Мой ответ, я уже сказал, коготок увяз. Птички пропасть. Если человек хочет что-то сделать и как-то все-таки спасти свое дело? Нет, а какое его дело? Какое его дело? Хороший вопрос. Нет, это очень… Программы написаны экономические. Послушайте, не бывает никаких экономических программ при Мугабе, Уго-Чавесе, Иосифе Сталине. Не бывает при авторитаризме и талитаризме никаких экономических программ. Это заблуждение. Ты знаешь, кто занимался экономикой при Чавесе? Ты знаешь фамилию эту? Нет, не знаю. Не сомневаюсь, что у него было даже экономическое образование. Думаю, что да. Не исключено, что это даже мог быть вполне образованный какой-нибудь человек, чего-нибудь закончивший. Не имеет никакого значения. Потому что в Бельгии, в Голландии, в Дании, в Англии значение имеет экономическая программа. Правительство для этого, в частности, чтобы реализовывать некоторую экономическую программу, выигрывают или проигрывают экономические, в частности, и социальные программы. При авторитаризме, да, 33 года Сталина, 18, там, 20, 42 Каддафи и так далее. Нет никаких экономических программ. Обеспечивается главная экономическая программа выживания режима и главы режима. Это журналист и писатель Виктор Шендерович со своим особым мнением. Меня зовут Ольга Журавлева. Никуда не уходите. Мы прямо сейчас вернемся. Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу. Что так беспокоит правительство? Не чешите. Да, да, да. Если бы можно было, да. Но просто уже все в псориаде, все тело в псориаде. Где не почешешь, там уже, да. Значит, по поводу правительства и его свежести. Что там важно? Важны сигналы, которые, ясные сигналы, которые посланы очередной раз, посланы на номенклатуре. Эти сигналы главным образом заключены в фамилии Мутко. Это главный, да, это главный сигнал. Совершенно неважно, на строительстве он или на кинематографе. Это совершенно по барабану, да. Он вице-премьер. Он не просто министр. Он вице-премьер. Вот Голикове тоже, кстати, принадлежит. Да, российская. Да хрен с ней с Голикой. Почему? Тоже вице-премьер. Никакой. Нет. Я сейчас говорю о знаках. О знаках, которые посланы ясной номенклатуре. Мутко. Что это за знак? Как расшифровать назначение Мутко в новое правительство? После Мельдония, после всего. Этот текст звучит так. Ребята, вы можете воровать и даже попасться. Вы можете проявлять прилюдно свою тупизну, быть предметом того, чтобы на вас показывал весь мир пальцем. Повторяю, воровать и попасться. Но верность пахану, безукоризненная верность пахану, близость пахану обеспечивает вам не только уголовное непреследование, но и высокую ступень в коррупционной иерархии. Можно подумать, остальные там были прям все такие. Нет, секундочку. Попался. Еще раз. Все такие. Других нет. Но этот попался. Попался прилюдно, международно. В чем проявляется его особенная верность, я хотела узнать. При том, что он не сдал ничего, никого. Он все принял на себя. Он молчал. Что? Было сказано, что это Путин стоял во главе операции Сочи. Ну, это уже фантастику. Лубянка. Нет, секундочку. Секундочку. Родченковым он не стал. Да? Он принял удар на себя. Родченков взял все слова обратно. Секундочку. Он принял весь удар на себя. Мутко. Он весь позор принял прилюдно на себя. Ни на кого переводить стрелки не стал. Верность Пахану проявил абсолютную. А, то есть у него была возможность проявить ее как бы особо И он ее проявил в особо крупных размерах. И его назначение вице-премьер означает, вот пример, вы можете воровать, можете нарушать законы и попадаться вам не просто ничего не будет, вы будете вознаграждены. Это ясный сигнал. Это правила игры. Собственно, они такие были. Но назначение новое, демонстративное. Это сигнал, с одной стороны, номенклатуре. С другой стороны, сигнал дорогому Западу. Нам плевать, что вы о нас думаете. Нам по барабану, что вы думаете. Да? Что вы напишите. Нам по барабану. Мы демонстрируем такую крутизну свою. Да? Да, мы уголовника поставим вице-премьером. Съели? Ничего сделать не можете. О, как круто. Путин всех обыграл. Вот уровень разговора, интонация разговора. Вот правила игры в номенклатуре, по которым будет жить страна. Как там со строительством будет, и как уже успели пошутить, сколько будет добавлено мельдония в бетон, это уже отдельный вопрос. Никого это, в общем, особенно сейчас не волнует. Дело же не в том, что на строительство именно, а не на сельское хозяйство. Повторяю. Хоть на некий мематопрот. Дело в ясном сигнале, в элиту. Ясный сигнал в элиту. Вот есть такие ясные сигналы, типа дела Малобродского, да, типа Мутко, судьба Мутко, вот судьба Мутко, судьба Малобродского. Это ясные сигналы о правилах, по которым будет жить страна. Она уже давно, по-моему, по ним живет. И дальше будет жить. Все же воспроизводится. Да, мы все, мне перед, звонили, ой, а что вы думаете, там, сохранит ли Медведев пост, там, это чрезвычайно важно. Я сказал, это прошлость вообще задавать такой вопрос. Не имеет никакого значения. Это вообще не имеет никакого значения состав правительства. Потому что у нас авторитарный режим. Никакой экономики речи не идет. Если бы речь шла об экономике, то не было бы Крыма, не было бы Донбасса, да. Кстати, о Крыме. Ну, мост же. Ну, никто же не верил. Думали прямо обрушиться. Мост тоже один из знаков. Один из знаков. Значит, построили воровской мост на территорию частично сворованную. Да и своровали на этом строительстве моста всемера. Да? И на это воровское во всех смыслах, в политическом и в экономическом мероприятии, торжественно приезжает. На КамАЗе. На КамАЗе. Президент. Да, президент. И не пристегивается. И не пристегивается. Кругом символы. Так. Потому что плевать на закон. А перед ним еще кот пробежал. Там еще дополнительный символ. Это уже ладно. Это уже мистика. А я про ясные символы. Значит, можно приехать на воровскую территорию по ворованному мосту, на котором сворованы деньги. Да? И не выполнять законы. Прилюдно. Он даже в голову не приходит. Ему некому сказать. Владимир Владимирович, как-то будет приличнее, если вы пристегнетесь. Но некому это сказать. Боять. Бояться. Тупо, банально. Он, может, и пристегнулся бы, если бы напомнили. Да, черт его знает. Да? Но уже вот. Поэтому кругом, кругом вот что, значит, что Малобродский, что назначение Мутко, да? Что этот мост. Кругом сплошные символы. Потому что ДНК-1, вот этот вот воровской, беззаконный, и это беззаконие, и демонстративность, вот, демонстративность беззакония. Вот общий знаменатель у трех разных историй, я только сейчас сообразил. Вот история с Малобродским, история с назначением Мутко, и история с Крымским, с Херченским мостом. Общий знаменатель – демонстративность беззакония. Демонстративность беззакония. — Ну вот вопрос наш слушатель прислал на сайт. Не кажется ли вам, что первыми обвиняемыми по новому закону об уголовном преследовании за содействие в введению санкций должны стать руководители нашего государства и их приближенные, деятельность которых привела к этим санкциям? Это первое, о чем пошутили, мне кажется, все. — Значит, как у Жванецкого? Все разом об одном и том подумали. И когда мне позвонили с предложением про это написать что-то, я, честно говоря, отказался, потому что я сказал, знаете, шар этой шутки стоит в лузе. Его уже неприличный вид. Это очевидно. Это очевидно. — А есть другая неочевидная вещь. И с этим законом, и с вот этим законопроектом чудесным, где было описано, чего теперь нельзя иностранного брать в руки и так далее, с собой иметь... Ну, про лекарства, про лекарства иностранные и про все прочее. Там помимо лекарств были иностранные специалисты, там адвокаты, бог знает что еще и разное. — Адвокатов тоже нельзя брать в руки? — Привлекать иностранных специалистов, там тоже было описано. Самое смешное не это. Самое смешное, что ко второму чтению все эти формулировки из законов стали исчезать. Еще первое не прошло. Но вдруг что-то произошло, произошел какой-то откат. Про лекарства решили все слова забрать назад. — Забрали, да? — И с этими, с уголовной ответственностью тоже все размыли как-то быстренько там что-то такое. — С уголовной ответственностью все размыли? То есть к нему сужу сажать не будем? Я немножко просто отстал от жизни. — А мы не знаем теперь. — Можно Владимира Камурзе приехать на родину к упырям, или упыри его сразу посадят? — Ну, а это каким-то образом исполняет санкции? — Нет, нет, нет. Ну вот я пытаюсь понять, поскольку Владимир Камурза младший активно содействовал там введению санкций. — Ах, в этом смысле. — В этом смысле. Он может приехать на родину, или его на границе берут сразу в железо? — А это, мне кажется, никаким законом не связано. Вы же сами говорили, что у нас как бы... — Нет, ну не понятно. — Вы все хотите соблюдать законодательство, я не пойму? — Его возьмут как Буковского за переход улицы в неположенном месте. Это я понимаю. — Совершенно верно. — За это возьмут? Я просто отстал от жизни. — Ну не знаю, мы еще будем третьего чтения ждать. Дело же такое. — Нет, не все глупости еще сделаны, у нас этого дна никогда не бывает. Но если бы это не была родина, эта территория, где все это происходит, я бы сидел потешался, наверное. Вот если бы я был, как раньше говорили, советологом, да, специалистом по России, я писал сейчас диссертации, просто погребенный под материалом, помирая от счастья, потому что где еще такое бывает, где еще такое может быть. К сожалению, это родина. — И все это, так сказать, делается для меня, для моих близких, да, для моих друзей. — Ну разве родина не показывает некоторых удивительных вещей, когда появляется очередной безумный законопроект или появляется очередное безумное решение, особенно исполнение Роскомнадзора. — И, простите, но общественность начинает протестовать, неважно против чего, против, там, за телеграмм, против мусорных свалок или там еще как-то. И вдруг какая-то реакция все-таки следует. — Ну какая-то следует. — Может быть, надо как-то внимательнее присмотреться к этому удивительному феномену. — Нет, смотри, тут же важна, так сказать, динамика, тут же важна динамика и сравнительные характеристики, да, по поводу чего и как. И здесь мы видим, ну просто сравнительные характеристики. Представить себе, что нечто вроде Зимней Вишни или Волкаламска, да, случилось бы в стране с обратной связью. Что было бы дальше? Мы видим здесь, что люди, побунтовав против местного начальства, немедленно обращают свои взоры к батюшке наверх, да, просят помочь, да, против батюшки ничего, тишина. Про это у Салтыковича сказано, глуповцы бунтовали, стоя на коленях, да, вот это глуповцы продолжают бунтовать, стоя на коленях, да, обращаясь, моля батюшку против очередного местного упыря. Значит, это надо видеть, как это, по поводу чего? Только когда собственные дети начинают задыхаться буквально или просто сгорают в пожаре, да. Не соглашусь, не всегда, не только так. Да, какие-нибудь массовые протесты против избиений, да, казаки, студенты, 905 год, да. 5 мая. 5 мая, замечательно, замечательно. Значит, да, казаки избивают студентов. А знаете, кто протестует против этих казаческого беспредела? Казаки, да. Нет, против этого вышедшей из состава Совета по правам человека Максим Шевченко, например. Да, ну это такие удивительные вещи происходят. Ну, видимо, он как-то, какой-то затейливая, так сказать, затейливая внутренняя мотивация. Я бы не хотел, что Голикова, Шевченко, я бы не хотел, чтобы мы уходили в такие подробности. Но что-то происходит, что-то происходит вокруг, нельзя этого не признать. Я не психиатр господина Шевченко, я не склонен обсуждать-то сейчас, что произошло с ним. Неинтересно, не так интересно, да. Интереснее смотреть общим планом, да, общим планом смотреть, что происходит на дистанции, потому что с дистанции видна динамика. Что же? Что мы видим? Мы видим плановое погружение в стагнацию, мы видим плановую стагнацию, да. Мы видим 19-й год абсолютной власти, мы видим абсолютно неработающие механизмы того самого, так сказать, разделения властей, да, тех самых равновесов настоящих. Мы видим, что этого ничего нет, что все равновесы переместились, так сказать, в путинские коридоры, в старую площадь. И туда все равновесы переместились туда, поближе к Путину. В обществе ничего этого нет. В обществе есть либо горячечное возбуждение психиатрического уже порядка, которое мы наблюдаем каждое 9 мая, да, ну и вокруг этого. Такой горячечный патриотизм, я, конечно, закавычиваю это слово, горячечный патриотизм, связанный, как правило, с противостоянием внешнему миру и полной потерей адекватности. То есть не патриотизм Чехова, который поднимал белый флаг над имением, чтобы крестьяне могли бесплатно получить медицинскую помощь, да, не патриотизм Вавила, ученого, да, не патриотизм солдата, а патриотизм, вот такой взнервленный патриотизм, горячечный патриотизм. И мы видим апатию, конечно, видим бегство людей с интеллектом, с достоинством, массовое бегство. Мы видим деградацию совершенно очевидную. Может быть, мы видим не все. Здесь мы делаем небольшую паузу. И снова с вами особое мнение Виктора Шендеровича. Меня зовут Ольга Журавлева. И Виктор Анатольевич сейчас ответит за все свои упреки в апатии и все прочее. Я, главным образом, непривычно для себя, обычно я говорю слово «я». Я сказал «мы», и вот это главная ошибка. Мы наблюдаем. Нет, конечно, я говорю от своего имени, значит, и говорю со своего угла зрения. Когда я говорю об апатии, я говорю об апатии и ощущении, что невозможно канализировать энергию протеста в либеральное, в демократическое русло. В русло изменений либеральным, эволюционным путем. Эту развилку мы совершенно очевидно проскочили в 2012 году. И сегодня я говорю об апатии в этом. О том, что я понимаю, я понимаю, что никаких... А какие варианты остались? Остались, пожалуйста. Тот, о котором ты упомянула. Да, левый вариант. Вот есть Навальный. Есть Навальный выход на улицы. с персонажами, в общем, сильно отличающимися от проспекта Сахарова. Это уже совсем другой протест. Это протест совершенно не с либеральной стороны. Это протест будет расти, накапливаться, по крайней мере, энергия этого протеста. Это развилка. Я уже говорил много раз об этой... Развилка есть, развилка эволюционная. Датско-норвежско-английская, да? Смена правительства, контроль и так далее, так далее. Есть революционное развитие, есть революционное, в диапазоне от Навального до внезапно полевевшего, так сказать, Шевченко, ты сказала там. Да, ну нет, относительно. Да, ну так, левый, там левый поворот какой-нибудь. Есть правые, есть любители, так сказать, в сторону фашистов пойти и так далее. Но это в любом случае взрыв. Взрыв. Что остается, когда не остается эволюции? Остается два пути. Революция или стагнация. Ничего просто четвертого, ничего просто нету. Вот треугольник. То есть выборы, законность и все в мягкой манере, реформы, этого невозможно. Это нет и не может быть при Путине. Какие могут быть реформы при Путине? Они должны начаться с ареста Путина. При Путине этого не будет. Или со смерти. Это такие мягкие либеральные перемены. Мягкие либеральные перемены. Арест Путина. Как обычно. Ну, как обычно. Умирает тиран. 50-1855 год. Или 1953 год. Или еще какой-нибудь. Умирает тиран. Начинаются реформы. Ну, так заведено. Это не я. Это матушка Клео. Значит, либо эволюционное развитие поступательное. Вот этот самый демократический велосипед, который все время меняет точку опоры и все время едет куда-то направо, налево. По воле избирателей, да, и так далее. И там могут быть очень большие круголя, но оно движется, меняя точки опоры. И есть возможность корректировать движение, как у велосипеда. Ну, ушли немножко влево, повернули руль вправо, да. И мы наблюдаем сейчас во Франции, в Германии, в Америке, вовсю, как руль туда-сюда ходит. Но, тем не менее, он ходит в результате чего? Выборов. Я как учительница младших классов говорю. Хором дети, скажем. Выборы свободные, да. Выход людей на улице, если надо. Независимый суд всегда, независимый парламент всегда и так далее, и так далее. Вот это самое противовесное. Мы это уже все не верим. Проскочили. Нет, мы не то, что не верим. Мы проскочили это в 12-м году. Последний при путинской жизни шанс на это мы проскочили. Он сам себя загнал в этот крысиный угол. При нем оттуда выхода нет. Отсюда два пути. Либо стагнация, желаемая Путину. То есть просто закатать все, как в Узбекистане, да. Ну и вот просто, чтобы было, вот как есть, не потерять власть. Потому что он озадачен, озабочен только одним. Сохранением власти. Ну, судя по всему, его окружение тоже. Его окружение по-разному. Его окружение, еще раз, никто не скажет, никто не встанет. Потому что любой может сесть тут же или быть уничтоженным. Это понятно. Поэтому никто не встанет. Но что они видят в своих снах, это давайте спросим у Фрейда, да. Значит, ясно, что поскольку невозможны эволюционные перемены, значит, есть либо стагнация, желательная Путину, либо накапливается энергия раздражения по всем законам физики, да. Нагревается чайник, а носик запаян, да, носик демократических перемен со свистком запаян, не свистит ничего. Никто ничего не свистит, только хоть взрывается к чертой матери. Совсем содержимым. Классика. А если свисточек немножко расковырять, то можно еще долго на этом делать? Ну, немножко посвистеть можно. Дальше подробности начинаются. Я только говорю о том, что, конечно, когда я говорил об апатии, прошу прощения за неточность формулировки, я говорил о моей апатии и апатии некоторого круга людей, которых я знаю, и неверии в то, что что-то при Путине можно изменить. В либеральном путем, демократическим путем, путем реформ, перемен и все это, значит, внимание к составу правительства, надежда на медведя какого-то мифического, это все совсем как-то пошло и глупо. Нет, есть другие дела, есть протесты и попытки участвовать в дискуссиях по поводу идиотских законопроектов о запрете лекарств, и они, кстати, дают результат. Секундочку, секундочку. Мюта Федермессер, между прочим, небезызвестная, вложила очень много души, чтобы объяснить, почему это делать нельзя. Секундочку, есть, ну, давай по старому анекдоту, все-таки не будем путать астму с оргазмом, да? Значит, есть замечательные люди, в России 133 миллиона человек, по уточненным данным, да? Среди них есть тысячи людей, которые, диффузия какая-то существует, которые могут куда-то прийти, с кем-то поговорить, кто принимает. Какая-то обратная связь есть, какая-то есть, но все-таки это астма, а не оргазм, извини. Значит, может, конечно, я только, да, не сделай меня сейчас врагом Нюта Федермессер, ладно, да? Да нет, есть просто масса всевозможных всплесков этого протеста, которые работали. Совершенно верно, но только это должно быть не так происходить, да? То есть это тоже можно и так, и лучше так, чем никак. Но, в принципе, само появление парламента, в котором возможен этот закон, означает катастрофу. Дальше степень этой катастрофы может нивелироваться героическими усилиями. Нюта Федермессер, каких-то людей внутри, в министерствах, которые будут бить в набат, куда-то ходить, лоббировать. Все это, конечно, возможно. Повторяю, в 20-й раз или в 25-й, мы не Северная Корея. Какая-то обратная связь есть, какая-то, но это все инвалидность. Это все инвалидность, когда приходится Нюта Федермессер доказывать право больных получать лекарства. Да? Вот подумай, о чем мы говорим. А ты говоришь правительство. А кто обещал, что будет легко? Нет. Правильно. Значит, если мы существуем, так сказать, в парадигме Салтыкова-Щедрина, то все нормально. И правительство продолжает держать народ в состоянии неприходящего изумления. В этом смысле все нормально. Просто хотелось бы, чтобы Салтыков-Щедрин был сказкой. А он у нас просто, как Кавка, сделан явью. Хорошо. Кстати, о Кавке. Отряды Путина закопали в ямку портреты Трампа его дочери Навального и Дурова. Есть видео. Ну, какой же это Кавка? Это такой слабенький Сорокин. Участники антиоппозиционного общественного движения в Краснодаре провели очередную акцию. Наказали самую кровожадную женщину в мире и мессенджер-пособник террористов во всем мире. Судя по тому, кто противостоит оппозиционному общественному движению, антиоппозиционное общественное движение, как бы никто не противостоит. Это не серьезно. Оль, значит, комментировать это я дам телефон Андрея Бильжо, значит, и он тебе квалифицированно расскажет об этих людях. Я могу только вместе с тобой улыбнуться, развести руками. Это к вопросу, кстати, но если говорить не с психиатрической стороны, а как ты предлагаешь, социально-политической, то вот портрет сторонников, активных сторонников Путина. Остальные, подчеркну, просто кочумают. Когда мы говорим, из чего состоит поддержка Путина, она состоит из людей, которые кочумают. Александр Башутский был такой провинциальный журналист в 19 веке. Главный добродетель, говорил он, русского человека, состоит в том, что русское общество состоит в том, что оно не шевелится. Вот общество не шевелится. И поддержка Путина – это поддержка людей, которые по преимуществу не шевелятся. Это большая часть. Люди просто обитают при нем. Придет другой, будет обитать при другом. Я еще раз говорю. Ну, обычная, значительная часть общества, она такова. Любого, чтобы не подумали, что там персонально, конкретно про Россию. Любого общества, большая часть, адаптируется. Смотри, Германия в 30-х годах. В три года, повторяю, становится обществом Геббельса. А если смотреть на Армению или Грузию в 18-го года? А вот смотри. А что там по-другому? Может быть, мы успеем, это очень большая тема, но, может быть, за три минуты успеем. Там очень интересные вещи существуют, как мне кажется. Смотри. Когда-то я разговаривал с Михником и с польским экономистом, отцом польских реформ. Я спрашивал, как получилось, что Валенца, Михник, Ярузельский оказались за столом переговоров. Как стало возможным? Ответ был простой. Мы поляки. Существует, мы привыкли к национализму относить довольно критические слова. Справедливо. Но иногда вот это ощущение, общий знаменатель, мы поляки в случае с Польшей, когда есть общее представление об истории, о достоинстве, общее представление об оккупации, о опасности грозящих родине, то вот этот общий знаменатель, поляцы, поляки, делает возможным то, что они садятся за стол переговоров. Не будет польской крови, да, говорит Ярузельский. Мы не будем проливать польскую кровь. Отлично для начала переговоров. Отлично. Армения с ее специфической историей, если бы Сарксян пролил бы кровь этих демонстранцев, его собственная мама бы на порог не пустила. Такая специфическая история нации, ее кровь проливали столько раз и так, да, что армянину пролить кровь армянина, это довольно серьезно. Еще несколько десятилетий назад это было не так. Не знаю. И в Грузии тоже. Но мне кажется, но мне кажется, вот про Армению, да, мне кажется, что там есть некоторая специфика, ничто не абсолютное, я сейчас говорю не об абсолютах, я говорю о некоторых ограничениях на кровопролитие, да. Скажи, пожалуйста, что нас объединяет в России? Вообще ничего. Ни религии, ни общего представления о прошлом, ни общего представления о желательном будущем, ни этноса. Кто же в этом виноват, Виктор Анатольевич? Ни этноса. Это длинный разговор, длинный разговор. Но сегодня... Но ведь власть так старается объединить нас православием, самодержавием, мостом, Крымом. Секундочку. Невозможно объединить. Она умудрилась разъединить на 9 мая общество, Оля. Вот на 9 мая, которое само собой было объединяющим в годы моей юности с абсолютно объединяющим, таких, других, да. Она объединилась на этом разорвать общество. На этом, на 9 мая. Да? На истории умудрилась, да, разорвать общество. Сегодня нет никакого российского общества. Ни единого этноса, ни единого представления о прошлом, ни единой представления о будущем, желательного, ни идеала, никакой мечты. Ничего этого нет, да. Религии. Как можно на православие объединить Россию? Ну, делай московское княжество. Объединяй на православие. Ты с калмыкией и с татарей собираешься на православие объединять, да? С академиком Гинзбургом, царство небесное, да? С кем ты, с академией наук, с кем ты собираешься на православие объединять Россию, да? У нас особый путь. Паспорт. Ну, он есть у Кадырова, он есть у Жерарда Депардье. Этот паспорт, да? Нет, нет, ничто не объединяет нас. Поэтому и никого не остановит кровопролитие, к сожалению. Ни Сечина, ни Навального, никого, да? То, что они русские, никого не остановят, к сожалению. Это печальная разница между нами и Арменией, которую я поздравляю в последних словах этого эфира. Это журналист и писатель Виктор Шендерович. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго.